Принц Уильям знает, когда родится первенец Сосекских. По словам его высочества, вполне вероятно, о рождении племянника он узнает даже позже поклонников Гарри и Меган. Вторую неделю публика ждет рождение первенца Четы Сосекских, и уже создалось некоторое перенапряжение. Многие поклонники пары ждут настолько самоотверженно, что установили уведомление на сообщение в официальном инстаграм-аккаунте и попросили королевскую пару не разочаровывать ложными сообщениями, когда же малыш наконец появится на свет. Как выяснилось, об этом не знает даже принц Уильям. В конце прошлой недели герцог Кембриджский посетил Новую Зеландию с двухдневным официальным визитом. Во время традиционного Уалька Абоут на второй день визита, один из поклонников Гарри и Меган поинтересовался у будущего короля. Нет никаких сообщений о королевском малыше? У меня нет с собой телефона, и я понятия не имею. Ребята, похоже вы узнаете об этом раньше, чем я, с улыбкой ответил Уильям. Как уточняется, в воскресенье Гарри появился на лондонском марафоне. На спортивном мероприятии его высочайство с удовольствием поддерживал бегунов, пообщался с волонтерами, с особым вниманием наблюдал за некоторыми марафонцами и вручал медали победителя Муи Ельчер. Гарри – соревнований для людей с ограниченными возможностями. Герцогини Меган на марафоне не было. Последнюю неделю ее высочество предпочитает не покидать фрагморский коттедж. По словам представителя пары, Гарри давно планировал посетить марафон, но сразу предупредил организаторов, что не сможет присутствовать на мероприятии в случае рождения первенца. Так что, похоже, пополнение в семье Сосикских пока не произошло. Напомним, 29 апреля Чета Кембриджских отмечает годовщину свадьбы, а 2 мая – день рождения принцессы Шарлотты, и теперь обозреватели заинтригованы вероятным совпадением двух важных событий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного.